На медне беседовал с батюшкой. С каким батюшкой? Ну, известно дело. С тем самым добрым отцом, о котором рассказывал Иисус. Помните, у него было два сына, и один коварно оставил отца и ушел в автономию. Проблема актуальна. Не зря Иисус так подробно об этом деле рассказывал. Давненько у меня мечта возникла – побеседовать с ним. Такие дедушки завсегда интересны, притягательны. Ну, вот я пошел к отцу. Живет он скромно, никакой охраны, хоть и наемников много, и нужды ни в чем не имеет. Постучал в калитку. Скоренько скрипнули доски крыльца, а может, коленки стариковские, прошаркали боты по дорожке. Лязнулась щеколда, и калитка отворилась. В проеме возник благообразный дедушка, светлый лик, обрамленный белой шалью волос, спускающихся с головы, переходящих в бороду, обнимающих шею и укрывающие плечи. Глаза сверкнули молодецки. И прежде чем я успел произнести заготовленные слова, мир дому вашему, дедушка улыбнулся, как-то не по-нашему, будто песню пропел. Произнес мне навстречу. Здравствуйте, мил человек. И распахнутые руки пригласили меня войти во двор. Шикарный дворик, невелик и немал, газончик оригинальный с цветами райскими, в уголке двора навесик камышом крытый, столик и пара лавок. Беседка у нас называется, такое чудо архитектуры. Проходи, мил человек. Закрывая калитку, дедушка показал на дверь избы. Однако мне приглянулась беседка, и я дерзнул спросить, а не лучше ли нам здесь сотворить общение? Ну, тот согласился, не раздумывая. Мы прошли в камышовый дворец. Я долго озирался по сторонам, разглядывая резные ставни, окон, избы, красиво обрамленный фронтон, мозаику дорожек во дворе. И, конечно, незаметно более всего лицо старика. Уселись. Девица, возникшая ниоткуда, светлая, аки ангел, тем временем накрыла стол с котеркой, поставила самовар, чашечки, ложечки, сухарики, варенье, медок, сушки и пряники заполонили стол. Внучка моя нежно прошамкал дед, улыбаясь всем видом, выражая свое удовольствие с норовистой девчонкой. Ну, давай, угощайся, да выкладывай, с чем пожаловал. Отец сотворил молитву, благословил хлеб, и дом, и живущих в нем, благостно и достойно. Будто сын разговаривает с отцом уважительно, благоговейно, однако с достоинством, уверенно. Я и сам уже глубокий старик, однако тронула благоговейно слово молитвы душу мою, как вроде под навес беседки проникла благодать. Будто неведомый Бог, Отец, здесь присутствует незримо, улыбался нам и благословлял нас, так что даже воздух стал ароматным. Рассказывай, издалека ли, с чем пожаловал в наши края, отпивая чай маленькими глотками, обратился ко мне отец. Так я это из России, из России матушки, слыхали небось, земля наша громыхает звучно, поди прилетела и к вам. Он немного посуровил, как бы испуг его пронял, однако виду не показал, даже улыбнулся, слыхали, чего уж там, у нас тут ваших беженцев полно, поди тоже сбежать вас желал, поддел он меня, за всех, за наших, пришел черед мне смутиться. Хорошо, что чай на столе, в чашечку морду опустил, носом похлюпал, куснул печенюшку, надо же и прожевать, и проглотить. Нет, Отец, у меня вопрос другой, религиозный. Мы там в России веруем в Иисуса Христа. Он наш Господь и Спаситель. Мы его сильно любим, и потому ненавидим всякого, кто любит Иисуса не так, как надо. Ну, в смысле, если не по-нашему. Голова старца вскинулась, борода аж будто остре копья на меня навострилась. Это как? Почему ненавидите? Сейчас расскажу. Позволь мне только уяснить один вопрос. Вот помнишь, твой сын ушел от тебя? Да подло ведь. Типа, чего ждать, пока помрешь? Давай сейчас наследство мне мое. Ну, и забрал половину твоего имения. Мне очень нужно знать. Вот тогда, когда он жил вдали, все промотал, опустился до дна. Ну, куда уж дальше было, если уподобился свиньям. Да и жрал с ними вместе, что придется. Почернело лицо старца. Больно ему сделалось от слов моих. Видно, что и до ныне сердце его болит от той стародавней трагедии с сыном. Смотрит старец, молчит. Ожидает мой вопрос. Скажи, я тоже напрягся, не желаю дедушку огорчать. Скажи, отец, вот тогда, когда он блуждал неведомо где, ты его осуждал? Ты проклинал его? Ты предавал сына своего непутевого анафеме? Честно скажи, мне очень надо знать, как было, честно. Да как можно? Господь с тобой, как можно сына проклинать? Он мой сын, любимый. Я страдал, я молился, я искал его, я ждал его, я верил, что он вернется. Иногда я сомневался, думал, что никогда не увижу его. Это были черные дни. Однако никогда, слышишь, никогда я не проклинал сына. Я всегда молился и ждал. Он смолк. На глазах его появились слезы. Вздохнул. Почему ты спрашиваешь? Повернул лицо свое ко мне. Теперь пришел мой черед пустить слезу. У нас не так. У нас вон самый образцовый отец, Тарасом его кличут бульбой. Так он сына своего убил, как убил, подпрыгнул старик. В своем ли он уме? Да и он в своем уме. И у нас измельство эту историю внушают детям в школе, что это есть истинный патриотизм, достойное отцовство. Если сын полюбил кого не из наших, убить или проклясть. Если сын перешел в другую веру, убить или проклясть. И потому такая же святая ненависть в церквах. Если кто задумает покинуть дом церковный, это считается предательством. И церковный суд без жалости выносит приговор. Анафема, ну то есть проклятие. Намедни вот как раз Петра предали анафеме. Ушел на волю без разрешения. Отец застыл, будто паралич. Не случилось бы чего, страх возник во мне. Молитву в сердце своем прошептал. Помилуй, Господь, дедушку, да и меня заодно. И случилось. Дедушка отмяк. Хлебнул чайку, помолчал еще несколько глоточков. Медленно опустил чашку на стол. Окинул меня грустным взором. С сожалением таким. Я почувствовал, будто я умираю. И ничего уже сделать нельзя. Что сказать тебе? Если я встал, сиди, скажу тебе, а ты передай своим. Если вы готовы убивать своих сыновей, если вы готовы предавать анафеме своих братьев и сестер, то не говорите, что вы веруете в Иисуса Христа. Не оскорбляйте святого имени Спасителя мира. Если веруете, то любите. Даже врагов любите. Но если ненавидите, нет у вас никакой любви. И веры нет. И спасения нет. Ибо Иисус Христос есть любовь. Постой-ка. Он шустренько так сиганул в избу, вернулся немедленно. В руках его был листок. Он подал его мне, и я прочел. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Он говорит, ну иди, отец встал, крестным знамением осенил меня, проводил до калитки. Иди. И я пошел, побрел, за вин вышел, сел на травку и заплакал. А почему мы предаем анафеме? Почему не любим? Почему не прощаем? Может, прав, дедушка, нет у нас ни веры, ни любви? Нет. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...